менеджер кинтая вермет здравствуйте дорогие друзья давно не выходил в эфир все-таки решился честно говоря не собирался участвовать в такой видео дискуссии по поводу календаря нашего калмыцкого календаря но все-таки принял решение высказаться сделать такой видеоролик для вопрос действительно важны я о празднике зул и о том когда его праздновать ну давайте вот сразу к делу да как говорится по поводу калмыцкой и и тибетской версии значит ну во-первых скажу что в тибете нет такого праздника как зула но есть день поминовения ламы дзунхалы и в этот день в храмах производятся службы поминальные службы по этому лами в других буддийских регионах как монголии в бурятии например да где школа гелук также главенствует в этот день народ ничего не празднует этот день поминовения и в общем то даже основная масса населения даже не в курсе про этот праздник как правило это но такие очень активные верующие так скажем вот они да действительно приходят храмы зажигает лампадки свечи ну и таким образом когда участвует в молебне упоминальной службе полами вот ну и таким образом он проходит этот день и повторяюсь для абсолютного большинства людей это обычный день у нас совсем другой совсем совершенно другой это у нас действительно это праздник во первых мы прибавляем год жизни мы проводим обряд да на сэу тулган и это действительно всенародный праздник в чем отличие дело в том что наш календарь и например тибетский календарь на которые сегодня любят ссылаться это совершенно два разных календаря совершенно два раза единственное вот в чем совпадает это лунный календарь но лунный календарь в нет ничего там сверх сложного любой человек чабан или там мореход и любой просто наблюдательный человек он может определять сам лунные сутки лунный месяц душа все видно по циклам луны все достаточно наглядно и довольно таки просто вот поэтому когда говорят китайские индийские там монгольские тибетские календари это все довольно условно это лунный календарь единственное почему вот этическую окраску добавляют это только как считать откуда считать как с какого месяца до имеется и как как когда тринадцатый месяц добавлять ну как двойной месяц отдав хор сарта по-калмыцки как например лама янтен гилюнг объяснил в лунном календаре 360 дней в солнечном получается 365 вот эти пять суток выпадают и нужно ну иногда как бы дополнительный месяц добавлять вот и вот здесь вся загвоздка значит скажу так почему я говорю что у нас не тибетская традиция и даже можно сказать и не монгольская традиция у нас чисто айратская традиция вот в календаре дело в том что только айраты начинают свой год с месяца барса барсарин некшин это то есть первый день месяца барса это является праздником джилин эзн джилин эзн хозяин года в переводе на хозяин года отчет года у нас начинается с месяца барса у тибетцев у китайцев у монголов кстати наших братьев у них начинается позже вот получается через два месяца вот таким образом у них феврале новый год начинается у нас в декабре получается так если более так понятно договорить вот и наш календарь совершенно отдельный не сходится ни с каким поэтому нельзя говорить что калмыкии были всегда там пользовались синхронизировали с тибетским календарем или монгольским календарем вот так получилось наши предки считали немножко по-другому вот и я думаю что это неплохо это очень интересно даже да это это показывает нашу уникальность уникальность именно айратской культуры и я думаю что нежелательно просто взять и выбрасывать именно свой календарь полностью полагаясь на тибетский например как сегодня многие хотят я думаю это несправедливо по отношению к предкам несправедливо по отношению к нашей культуре и несправедливо по отношению к будущему калмыцкого народа я считаю что все уникальности которые сегодня есть их надо собирать их надо холить и лелеять и пропагандировать всячески да я вначале сказал что такого праздника как зулы нету в тибете да наш зулы это не день поминовения ламы ну конечно с приходом буддизма стали поминать действительно да это тоже часть нашей истории часть нашей культуры буддизм и буддийские традиции но основа праздника именно праздника зулы это день рождения вселенной я уже записывал в прошлом году видео подробно поэтому не буду останавливаться на нем но день рождения вселенной и именно поэтому мы отмечаем день рождения свой я вообще хочу сказать напомнить может наверняка большинство не знает калмыки например до революции это большевистской не отмечали личные дни рождения индивидуально не 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 справляли только вот в праздник зулы почему зулы это день рождения вселенной и это как бы обновление обновление энергии во вселенной вот обновляется в обновляется энергии обновляемся мы поэтому вот день рождения мы отмечаем вот и поэтому в этот день проводится обряд на саут тулом это вот именно наша традиция именно айратская традиция в этот день проводить этот обряд вот ну и еще да по календарю кстати чуть не забыл почему я вот думаю что все таки 29 декабря это неверная дата ну во всяком случае не в нашей традиции в тибетской да я соглашаюсь тут я не тибетец и не знаю тебе свою культуру поэтому я вполне доверяю нашим уважаемым ламам в тибете до 29 декабря будет отмечаться будут поминальные службы полами дзунхави у нас зул это совсем другая традиция и вот еще почему дело в том что я вот еще помню ну и многие кстати вот социальных сетях я не раз это читал люди говорят что старики вот прям утверждали что зул не может быть в конце декабря я сам слышал это же от стариков что до дня солнечного солнцестояния должен проводиться праздник ну вот там до двадцатого до девятнадцатого там числа вот так до декабря и таким образом как бы вот в этот календарь подгоняли то есть дополнительный месяц он никогда у с этим вообще в монгольской традиции но и вайратской традиции в частности месяц дополнительный месяц не прибавляется в холодное время года дело в том что еще по древней тенгрианской уже традиции нельзя добавлять холодное время года дополнительный месяц то считается что это время нижнего мира и она не очень благоприятно для людей вообще для всех живых существ поэтому никогда в айратской традиции месяц не прибавлялся вот в холодное время года только вот в летний период и насколько я понимаю в монголии следует именно вот этой традиции они ее сохранили поэтому у нас не сходится вот этот календарь а вот ну в общем все что я хотел сказать вот эти факты которые я изложил я думаю они имеют место быть до для анализа для тех людей кто хочет не на веру воспринимать а именно самим делать выводы то есть во-первых джелинезен это наша уникальная традиция с джелинезен мы начинаем год не сагансара да как вот в тибете и в монголии это уже китайская тибетская традиция которую хобилай хан перенял а кстати почему наши айраты не переняли потому что айраты не считали хобилая своим ханом но хобила это был в общем-то узурпатор как бы хотя у него там тоже была своя правда ну вот в исторические подробности не будем вдаваться да но айраты были одни из тех кто постоянно воевал против кубилая и его потомков то есть их не воспринимали поэтому вот этот перевод традиции на празднование сагансара на конец зимы айраты тогда не поддержали и новый год у нас не перешел туда у нас вот как был видимо вот этот джелинезен вот с него и это первый день месяца барса с него год и считали в общем подытоживая хочу сказать что традиции менять вот так запросто не стоит надо подумать я уважаю мнение и лам центрального хорула и наших предков и но вообще любую позицию стараюсь уважать и я считаю что раз у нас была собственная календарная традиция то необходимо и дальше ее продолжать и у здесь я думаю что какая-то дискуссия должна быть в обществе в научном сообществе конечно в сфере духовенства конечно тоже вот и возобновить именно нашу традицию которая слава богу не умерла многое мы знаем это просто взять и лишать праздники смысла но я в этом не вижу ничего хорошего вот таким образом все желаю всем здоровья удачи в новом году кто как будет праздновать не знаю вот но я считаю что двадцать девятого ноября надо встретить день рождения вселенной ну а двадцать девятого декабря надо наверное какие-то поминальные службы по вами дземхаве провести или поучаствовать это или дома поставить зажечь лампадку на тот таким образом всем спасибо до встречи в эфире надеюсь я буду выходить чаще команда канала зан онлайн благодарит за финансовую и моральную поддержку всех неравнодушных земляков большое спасибо благодаря вам мы можем и дальше оставаться независимыми ни от каких политических сил реквизиты оказания помощи вы сможете найти в описании под видео с уважением максим цеденов реквизиты